добрый день уважаемые коллеги я вас приветствую на вебинаре компании секнет distribution меня зовут антон шутов я при сел менеджер по беспроводным технологиям компании секнет сегодня мы рассмотрим решение для ритейла с применением технологий rf айди по окончанию данного вебинара вы сможете задать все интересующие вас вопросы в чат либо же написать на указанные электронную почту и skype также вы сможете нам позвонить в офис и обсудить более конкретно какую-то интересующую вас задачу что такое рф айди рф айди это радиочастотная идентификация метод автоматической идентификации объектов в котором посредством радиосигналов считываются или записываются данные хранящиеся в так называемых транспондерах или рф айди метках рф айди метки могут быть разделены на две группы это пассивные системы рф айди и активные системы рф айди что такое активные метки активные метки оснащены собственными источниками питания для передачи информации метки этого типа значительной степени независимо от условий окружающей среды и обеспечивает высокую точность считывания на максимальном расстоянии однако такие метки считывают считаются достаточно дорогими а батареи ограниченные во времени работы также активные метки имеет большой размер больше размер чем пассивные что такое пассивные метки пассивные метки не имеют встроенного источника энергии поэтому работают с помощью энергии передаваемой переносчиками радиоволны радиоволны также передают запросы считывателя к метке после передачи запроса метка посредством декодирования посылает ответный сигнал считывателю это делается с помощью модуляции параметров антенны в результате чего частота итоговой радиоволны меняется основными преимуществами технологии RFID предлагаемой ритейлером можно разделить на три основные категории это высокий доход получаемые от использования данных технологий низкие затраты а также высокое качество обслуживания покупателей в состав системы RFID входит три основных элемента это радиочастотная метка или транспондер это считыватель информации ридер а также компьютер компьютер для дальнейшей обработки информации рассмотрим один один из вариантов решений это система слежения на основе RFID в рамках использования RFID системы слежения каждый товар оснащается меткой с индивидуальным номером и RF антенны и RF антенны встраиваются в систему полок торгового зала и склада стоимость меток меток достаточно невысока сами метки похожи на почтовые марки уровни запасов и размещения помеченных метками товаров постоянно отслеживаются через централизованную систему с помощью системы интерактивного слежения ритейлеры могут точно отследить какие продукты и насколько быстро покупают истощен ли запас и нужно ли делать заказ на какую-то какую-либо группу новых товаров также можно легко отследить место положения товаров которые были переставлены типы продуктов которые легче всего утерять или украсть и какие рекламные предложения срабатывают помимо этого данные собранные по каждому товару могут быть помещены в унаследованные системы такие например как point of sale позволяя ритейлерам используя технологические процессы использовать преимущества рифа иди по всем видам товаров это также способствует минимизации затрат требуемых для установки предлагаемых предлагаемых систем рифа иди в области автоматической идентификации на сегодняшний день рассматривается как уникальное средство для управления данными которые имеет ряд преимуществ по сравнению с технологиями штрихового кодирования система рифа иди позволяет решать задачи предприятиям гораздо более широком диапазоне при этом возникают совершенно новые возможности для оптимизации бизнес-процессов в самых различных областях о которых ранее в принципе можно было даже и не думать какие основные преимущества рф иди первое это возможность перезаписи данные рф иди метки могут перезаписываться и дополняться много раз следующее это отсутствие необходимости в прямой видимости рф иди считывать или не требуется прямая видимость в метке чтобы считать ее данные метки могут читаться через упаковку что делает возможным их скрытое размещение для чтения данных метки достаточно хотя бы ненадолго попасть в зону регистрации перемещаясь в том числе и на довольно большой скорости следующее это большое расстояние от чтения в зависимости от модели метки и считывателя радиус считывания может составлять до нескольких сотен метров это большой объем хранения данных на микросхем площадью в один квадратный сантиметр может храниться порядка 100 тысяч байт информации следующее это поддержка чтения нескольких меток что это такое промышленные считыватели могут одновременно считывать множество порядка тысячи рф иди меток в секунду используя так называемую антиколлизионную функцию следующее преимущество это считывание данных метки при любом ее расположении это единственное условие нахождение метки в зоне действия считывали с 4 считывателя устойчивость к воздействию окружающей среды существуют рф иди метки обладающие повышенной прочностью и сопротивляемостью жестким условиям рабочей среды пассивные метки не имеют батарей и фактически не имеют срока годности это интеллектуальное поведение то есть рф иди метка может использоваться для выполнения других задач помимо функции носителя данных и следующее это высокая степень безопасности уникальное неизменяемое число идентификаторов присылаемые метки при производстве гарантируют высокую степень защиты меток от подделки также данные метки могут быть зашифрованы рассмотрим основные отличия рф иди и штрихового кодирования первое необходимость прямой видимости метки в рф иди чтение возможно даже скрытых меток для штрих-кода чтения без прямой видимости невозможно объем памяти от 10 до 10 тысяч байт в рф иди метки и всего до 100 байт в штрих-коде возможность перезаписи данных и многократном использовании метки в рф иди это возможность есть чего нельзя сказать про штрих-код дальность регистрации рф иди до 100 метров штрих-код до 4 метров одновременная идентификация нескольких объектов рф иди до 200 меток в секунду штрих-код такая возможность отсутствует устойчивость к воздействию окружающей среды для рф иди для рф иди это повышенная прочность и сопротивляемость что касается штрих-кода все зависит от материала на который наносится данный штрих-код срок жизни метки более рф иди метка служит более 10 лет штрих-код зависит опять же таки от способа печати и материала из которого состоит отмечаемый объект безопасность и защита и защита от подделки подделка практически невозможно в рф иди метки при производстве штрих-кода в принципе его достаточно легко подделать работа при повреждении метки при повреждении рф иди метки работа с данной меткой становится невозможной при повреждении штрих-кода она всего лишь затруднена но до сих пор еще остается возможным подверженность помехам в виде электромагнитных полей это к сожалению является одной из одним из недостатков рф иди меток потому что они подвластны влиянию различных электромагнитных помех идентификация металлических объектов в рф иди метках такая возможность присутствует также как и для штрих-кода использование как стационарных так и ручных терминалов для идентификации и там и там это доступно возможность введения в тело человека или животного для рф иди метки эта возможность доступна для штрих-кода такое знаем невозможно либо затруднено ну и конечно же по стоимости рф иди метки на сегодняшний день пока еще является достаточно дорогостоящими но при определенном объеме это стоимость снижается и она сопоставима с теми преимуществами которые получают ритейлер при внедрении таких меток какое же практическое применение данных меток возможно в ритейле первое это контроль на каждом этапе работы начиная от поступления товара на склад введение склада в режиме реального времени и так далее следующее это сборка и оформление заказов с наименьшим временными и человеческими ресурсами это улучшение обслуживания клиентов за счет за счет своевременной и безошибочной сборки заказов это усовершенствованная обработка информации за счет исключения ручного ввода и связанных с этим ошибок персонала это достаточно быстрое и точное проведение инвентаризации встроенная противокоражная функция возможность размещения метки внутри товара также возможность интеграции системы практически с любой базой данных и возможность составления ведения статистики отчетах о товаре используя автоматическую базу данных радиодистотная идентификация предоставляет товар товару интеллект и позволяет товару общаться с компьютером без всякого контакта и прямой видимости необходимо всего всего лишь чтобы на товар была прикреплена электронная метка и он находился в поле действия специально считывающего устройства таким образом процесс учета и контроля товаров сильно упрощается и становится возможным абсолютно в любой момент времени какие дополнительные возможности предоставляется ритейлерам это поступление товаров на склад перемещение товаров в торговый зал инвентаризация на складе и магазине кассовые операции защита от каш и так далее например с использованием тележки для товаров со встроенным сканером и сенсорным экраном покупатель может просканировать тот или иной продукт в результате чего на экране высвечивается подробная информация и рекомендации по приобретению дополнительных вещей к нему допустим если взять как пример это будет фотоаппарат то компьютер посоветует заодно запастись футляром и принадлежностями для чистки объектива и тому подобное при этом покупатели постоянно могут отслеживать предварительную сумму своих покупок это все это должно существенно сократить время обслуживания на кассе кроме того оборудование оборудованные рф иди технологиями весы и кассовые узлы самостоятельно распознают товар взвешивают его и на основании этих параметров определяя стоимость покупки все что требуется от покупателя это положить выбранный продукт на обозначенное место позволяющие считать информацию на вырунном продукте таким образом можно создавать единую систему учета и контроля товарооборота для склада и торгового зала с полной прозрачность всех процессов я благодарю вас за внимание все рассмотренные решения компания секрет дистрибьюшн имеет своем портфеле достаточно полный комплекс подобных решений которые основаны как раз таки на технологии рф иди идентификации если у вас есть какие-то вопросы я прошу их задавать сейчас в чат либо вы можете опять таки связаться со мной по указанным контактам по номеру телефона а также написать мне на мой email адрес данное видео вы сможете повторно просмотреть на нашем канале в ю тубе она будет выложена примерно через день-два я благодарю вас еще раз за внимание что у ваших вопросов спасибо